Сегодня прошел областной форум имамов. На форуме были обсуждены задачи духовенства, религиозные ритуалы. Принято обращение. Сегодня, как никогда, особенно высока ответственность представителей религии. Для выполнения своей миссии они должны быть постоянно в поиске, повышать свои знания. Имамам, отмечено на форуме, необходимо уделять внимание работе и в социальных сетях, где по незнанию или с умыслом некоторые сеют смуту. Нужно просвещать людей, показывать правильный путь, прививать высокие духовные и нравственные ценности. Также подробно была разъяснена принятая ДУМК «Духовная платформа мусульман Казахстана» «ЖТ Рухани Хазах» – семь духовных опор. Уделяя внимание духовности, учитывая негативные явления, которые происходят в обществе, мы приняли ДУМК «Духовную платформу мусульман Казахстана». Она заключается в пропаганде общечеловеческих и национальных ценностей народной педагогики. Большое внимание уделено нормам этики. Департамент технического регулирования и метрологии совместно с филиалом Национального центра экспертизы и сертификации представителями государственных органов и бизнес-сообщества обсудили вопросы менеджмента качества и конкурентоспособности. Государство уделяет большое внимание вопросам внедрения международных стандартов качества в отечественное производство. Это залог повышения конкурентоспособности казахстанских производителей и выхода на новые рынки, укрепления экспортного потенциала. Отмечено понимание этого бизнесом. Предприятия активно внедряют признанные системы менеджмента качества. На собрании ряд предприятий региона был отмечен в номинации «Лидер качества». Поздравляю с днём качества. Наш завод с 2005 года занимается производством кирпича. Сегодня наш труд, качество нашей продукции отмечено. Спасибо большое. Если в прошлом году на участие Алтан Сапа у нас было четверо заявок, то в этом году участие принимают пять предпринимателей. Лучший товар Казахстана, тоже желающих у нас каждым годом растёт. В прошлом году на этот конкурс было принято заявок 34, в этом году 50 предпринимателей. Руководитель областного управления образования Майра Милдебекова провела семинар-тренинг особенностей составления стратегического плана в образовательных учреждениях. В семинаре приняли участие около 80 директоров школ и заведующих детскими садами. Совместно были обсуждены вопросы совершенствования образовательного процесса, улучшения деятельности учебных организаций. Майра Турганбаевна отметила, что каждая школа должна иметь свой план стратегического самоуправления. Необходимо повышать конкуренцию среди директоров школ, реализовывать креативные идеи. В ходе семинара велась большая работа в группах. Мы учились составлять стратегический план развития школы. Мы ищем новые подходы к организации учебного процесса. Те знания, которые мы получили сегодня, будем внедрять у себя и делиться с другими школами. Новости медицины. Областная детская больница вошла в число лучших пяти лечебных учреждений страны. На сегодня здесь оказывается медицинская помощь детям по 20 направлениям. Приезжаю сюда на лечение и из соседних областей. Майя Сатимбекова на лечение привезла свою внучку из Тараза. Девочка идет на поправку. Мы проходим лечение в дневном сационаре. Моей внучке очень понравилась соляная шахта. Также здесь делают массаж, принимая биоптрон. Состояние дочери намного улучшилось. Прекратился кашель. В нашем городе Тараз пока такой установки нет. Медперсонал обходительный. Все понравилось. Мы проходим лечение на современных установках в соляной шахте. Состояние моего ребенка улучшается. Большая благодарность врачам в больнице. Мы поступили сюда с аллергическим кашлем. Все сейчас проходит. Пьем таблетки и получаем систему. С открытием современной детской больницы родители с детьми уже не едут в столицу или в Алматы. Потому как в больнице созданы все условия для лечения. Все установки последнего образца. Работают 8 клинических и 3 хирургических отделения. Наша больница оснащена современными медицинскими аппаратами. В частности МРТ, компьютерный томограф, ангиограф, УЗИ экспресс-класса, также аппараты ЭГЭ, Холтер. С помощью них мы можем выявить сложные заболевания и проводить плановые и экстренные хирургические операции. В прошлом году были успешно прооперированы 650 детей. Главное достижение – развитие неонатальной хирургии, благодаря чему снижается младенческая смертность. В прошлом году врачи спасли 93 малышей с врожденными пороками. В этом году впервые проведена операция методом лепароскопии на врожденном до двух месяцев. В больнице также большое внимание уделяется физиотерапии. Для детей в последние годы мы открыли соляную шахту и лечебный бассейн. Они дают положительные изменения по бронхиальной астме. Такой шахты в других областях нет, потому приезжают к нам для получения лечения. В лечебном учреждении работают 86 врачей. Специалисты ежегодно повышают квалификацию и проходят стажировку в странах дальнего и ближнего зарубежья. Поэтому они среди лучших по республике. Планируем в следующем году открыть офтальмохирургию. Для этого пригласили специалисты из Ахтубе. Обучили, приобретаем необходимое оборудование. Также подписали меморадом с Национальным медицинским центром. Цель – лечить детей с пороками сердца здесь у себя. Подготовлены 17 специалистов. Сейчас закупаем оборудование. Планируем открыть сестринского ухода за тяжелобольными детьми. Кроме того, детей в больнице учат правильному питанию и соблюдению гигиены. Галмжан Жемназар, Ежас Абдульда, Бугимба Абасил, Туриханхо Жахмедов, телеканал Косларда. Ночь в музее. Акция стала уже традиционной и очень популярной. Ночью областной историко-краеведческий музей посетили сотни гаража. На часах 7 вечера музей открывает двери для ночных гостей. Желающих провести ночь в музее много. Айгуль Жемобаева узнала об этой акции через социальные сети и решила после работы посетить музей вместе с детьми. Сгибать ее надо. Нам очень понравилось. А особенно моим детям история Казларды во времена Великой Отечественной войны. Зал этнографии, искусства и культуры. Провели для нас очень познавательную экскурсию по каждому залу. Мы очень довольны. К этой ночи в музее было подготовлено множество интересных мероприятий. Были организованы выставки редких книг и рукописей из фондов музея. А также ко дню национальной валюты монет Национального банка. Особо стоит отметить помощь 1, 15, 144, 212, 253 и 264 школ в организации мероприятия. Школьники провели урок об истории независимости страны. Организовали вечер поэзии Великого Абая. Мы очень многое, что мы очень многое, что мы очень многое. Мы очень многое. Школьники также представили свои работы на выставке прикладного искусства. Различные сувениры, игрушки, яркие украшения, габелены и многое другое. Семиклассник Анаджо Штай рассказал об искусстве резьбы по дереву. Это изделие подставкой для книг. Смастерил ее из дерева вручную. Осталось только сделать роспись. Этому искусству научился благодаря моему учителю. Еще одной особенностью этой ночи стала экскурсия по музею на английском языке. Цель мероприятия – возрождение исторического сознания, расширение кругозора, привлечение в музей посетителей, организация для них духовно-культурного отдыха. Этой акцией мы хотим призвать жителей изучать прошлое своего края. Хочется поблагодарить всех, кто принял активное участие и внес свою лепту в проведение этого мероприятия. Посетители остались очень довольны. Музей Тунекильден. Пришла на ночь в музей. Все прошло хорошо. Познакомились с нашей историей. Получила много полезной для себя информации. Особенно меня впечатлил зал этнографии, где представлены предметы быта прошлых времен. Просто решил зайти в музей, потому что узнал о повещении в интернете. То, что вот проходит с 7 до 2 часов. То, что вот можно прийти посмотреть, поинтересоваться казахской культурой. Вообще увлекаюсь, интересует советское оружие, такое как ППШ, дьяктери в пулемет. Они здесь есть вот в этом музее. И вот именно вот эта комната заинтересовала. Было очень интересно посмотреть. Ну а напоследок желающих пригласили принять участие в викторине. Приз – бесплатный билет в музей. Напомним, акция «Ночь музея» впервые была проведена в 1997 году в Берлине. А затем стала популярна во всем мире. В Казахстане эту традицию начал Центральный государственный музей Казахстана в 2006 году. Айгерим Туриман, Сыра Мутигенов, Досхансатпа, телеканал Казларда. Событием в культурной жизни региона стал 12-й областной телевизионный конкурс «Сыржил Доздара». В минувшие выходные мегапроект назвал имя «Новой звезды». Подробности в материале Айгерим Туриман. «Фабрика звезд». Телеканал Казларда продолжает зажигать звезды. В этом году на участие в престижном мегапроекте «Сыржил Доздара» было подано 100 заявок. В финал прошли 15 лучших из лучших. Каждый конкурс дарит участникам и зрителям встречи со звездами отечественной эстрады. В этом году в жюри детский композитор Алтан Махамбетова, известный исполнитель Умаркул Аниязов, председатель, заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат молодежной государственной премии Бахтияр Тайлакпаев. Мэтры не только оценивают выступления конкурсантов, но и дарят свое искусство. Одна из неизыблемых традиций «Сыржил Доздары» – поддержка выявленных талантов, пропаганда их творчества. На сцене проекта выступила обладательница гран-при «Сыржил Доздары-2015» Ахмаржан Асанова. Тяжелатый шапка Мономаха. Жюри пришлось очень нелегко. Каждый из 15 участников одарен большим талантом. Но конкурс есть конкурс. И вот волнительный момент. Оглашаются имена победителей. Обладателем приза зрительских симпатий стал козлординец Сартай Мухамедали. Все конкурсанты были сильными. И для меня получить эту номинацию – немало достижения. Этот конкурс стал сложным испытанием для меня. Это большое искусство уверенно держаться на сцене. Но благодаря урокам от мэтра Бахтиара Тайлахпаева мы, думаю, выступили достойно. Третье почетное место присуждено Орнахан Пазыл из Жалахаша. Козлординцам Катырбеку Калдару и Мируэр Сагынбек. На втором месте Нурбулат Шалабай и Аралым Берек. Первое место завоевала Аягос Аралбай Кызы. Гран-при 12-го областного телевизионного конкурса «Сыржил Доздары» удостоена козлординка Салтанат Мурат Кызы. Итак, знакомьтесь. Новая звезда проекта и будущий кумир казахстанской публики Салтанат Мурат Кызы, студентка 4-го курса Высшего музыкального колледжа имени Казангапа, поет с раннего детства, воспитанница Фирузы Арханбаевы, призер многих республиканских и международных конкурсов. В этом конкурсе участвую впервые. Было вложено столько сил и времени. Премного благодарна своим преподавателям, которые готовили меня. Я счастлива, что оправдала их труд и надежды. Также хочется поздравить от чистого сердца всех призеров. Получить это звание было моей заветной целью. Эмоции переполняют. Зал доволен решением жюри. В конкурсе участвовали две мои близкие подруги Мируэрд и Салтанат. Для меня большое счастье видеть их победу и делить с ними радость. Поздравляю своих одногруппников с победами. Это только начало. Впереди их ждут новые вершины. Сыржил Доздары уже стал традицией и давно полюбился зрителям. Каждый раз он проходит масштабно. Его участники очень сильные, молоды, красивы, а их диапазон все шире. Пришла поддержать студентов музыкального колледжа имени Казангапа. Звезды казахстанской эстрады Гульнур Уразымбетова, Мадина Садвакасова, Алмаз Кишкинбаев, Ербул Шарипов и сам Умаркул Аниязов и другие когда-то начинали со сцены нашего телеканала. И телеканал продолжает доказывать, насколько сыр еле, богат талантами и продолжает зажигать новые звезды. На сайте Национального олимпийского комитета продолжается голосование за кандидатов на национальную спортивную премию Алтен Самгап 2019 по 9 номинациям. Среди претендентов на престижную премию в номинации «Лучший спортсмен по зимним видам спорта» наша землячка, серебряный призер Чемпионата мира по фигурному катанию Элизабет Турсенбаева. Призываем земляков поддержать нашу принцессу льда, которая первой в мире на взрослых соревнованиях выполнила сложнейший элемент четверной сальхов. Голосование будет проводиться до 29 ноября. Это было последнее сообщение дневного выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал «Кастерка.Кезет» на сайте телеканала «Казларда». Далее о погоде. Спонсор прогноза погоды – пятизвездочный отель «Султан Плаза». Оставайтесь с нами. До свидания. В жизни каждого человека бывают важные даты и события. Банкетный зал «Балрум» идеально подходит для проведения ваших мероприятий, свадьбы, к изузату, юбилея и других важных событий. Вас ждут обновленное меню, лучшие повара, идеальный персонал и цены от 3,5 тысяч тенге. В подарок фотосессия и номер в пятизвездочной гостинице «Султан Плаза». Проведите незабываемые торжества в банкетном зале «Балрум». В Аральском районе днем плюс 2, ночью минус 11. В Казалинском районе днем плюс 3, ночью минус 10. В Байконыре днем плюс 4, ночью минус 9. В Карамакшинском районе днем плюс 4, ночью минус 9. В Жалагашском районе днем плюс 5, ночью минус 8. В Свердоринском районе днем плюс 6, ночью минус 7. В Шалагашинском районе днем плюс 8, ночью минус 5. В Казаларде днем плюс 5, ночью минус 7. Спонсор курса валют – комплекс «Арбат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доллар США 387 тенге 14, евро 428 тенге 18, российский рубль 6 тенге 6 тенг, китайский юань 55 тенге 23 тенг.